Всем привет! Упали на канал HardRZInfo и в этом видео расскажу вам, как работает эквалайзер и как вообще им воспользоваться и настроить в наушниках Edifier Neobuds Pro. Итак, для этого нам понадобится приложение Edifier Connect, в котором мы просто с главного экрана, после того, как мы уже сошли в это приложение, если что, как это все сделать, у нас есть видос, мы должны просто вайкнуть в правую сторону. Здесь у нас открывается вкладка Sound Turning, здесь я правильно произнес, и у нас здесь режим есть для классической музыки и для динамической музыки. Допустим, мы выберем динамическую музыку, и здесь у нас сразу же применяются настройки для такой динамической музыки. Я не знаю, я думаю, он неплохо подойдет для поп-музыки довольно современной, для битов и так далее, и также, я думаю, для рока и так далее. Но я не уверен, поэтому, если что, вы можете настроить под себя и выбирать, собственно, под себя, сами все попробуйте. Либо же выбрать классический мод, у нас здесь тоже картинка изменилась. Кстати, это очень прикольно, и вообще, честно говоря, приложение выглядит круто, но это не важно. Вот, есть режим классики, но также вы можете выбрать свои настройки, нажав на Customized. Customized, и здесь вы можете либо уже выбрать готовый пресет, который вы сделали, либо же нажать и подстроить, настроить этот пресет. Здесь у нас почему-то, видимо, кто-то уже что-то настраивал, либо же это стандартный набор, но давайте попробуем создать новый. Нажимаем на плюсик. Или это не то, что я подумал? Нет, вот, новые настройки, да. И давайте их так и оставим, или же назовем, не знаю, Hard Reset. Давайте так, Hard Reset. Hard, все правильно написал. Хорошо, здесь у нас все по нолям, и давайте создадим новый пресет. Как обычно, мы больше всего там любим басы, да, добавляем их не слишком много, чтобы не глушили все остальное. Добавляем примерно 2,5 децибела. А, нет, тут нельзя, так тут именно вот 2, окей. Давайте тогда на 3 поднимем. Здесь это у нас ближе к низким частотам, но между средними и низкими. Давайте добавим, давайте добавлять не будем, а вот эти вот средние частоты, которые средние ближе к высоким, я в основном слушаю тишевую музыку, давайте добавим на 2 децибела, чтобы у нас там снейр и так далее, и гитарка хорошо звучала. И высоких добавляем тоже где-то на 2-3 децибела, давайте возьмем 3. У нас получатся такие вот настройки, если что, вы можете спокойно их подстроить под себя. А также давайте посмотрим, что вот это вот у нас, у нас герцовка. Видимо, для наушников мы можем сменить для каждой частоты еще герцовку. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!